следующий примерно так звучит в чем смысл вишни если есть дюк мне кажется эта культура более привлекательна за счет размера плодов отсутствие поросли и повышенная морозостойкость в отличие от черешни ну всем понятно это знаете как привести на какую-нибудь эту сексуальную тему вы сразу поймете да о чем речь идет или например были эти три рубля зато мелкие так вот 5 рублей зато крупные зато зато дорогие и вот получается что в саду должно быть все три варианта как у меня то есть чистая вишня чистая вишня она достаточно кислая практически есть невозможно только у кого пониженная кислотность ее едят дальше идет дюк вишни черешневый гибрид эту тему я не буду раскрывать практически не буду почему до проходили раз десять за запасе 200 вебинаров так то есть дюк это вишни черешневый гибрид но вишни черешневый гибрид все как сеянец как потомок перекрасного пыления но до отсутствие поросли если значит он все-таки ближе к черешке а если после все таки есть то возможно или вас обманули или просто отклонение знаете чем вот возьмете вы этого дюка косточки и вырастите дальше по допустим по менделю там 3 4 будут наверное дикими одна будет культурная то есть черешня скорее всего да почему ты вот непривлекательный и вот получается что из 10 2 получается не 3 глада 2 или 3 но потом происходит так через и кто ушел в сторону черешни этот дюк он замерз а который в сторону вишни он не вкусный вот и буквально одно-два-три поколения и от дюка причем генетического вишни черешневого сочетания исчезает в сторону вишни как более надежно и прочее прочее и тем не менее середина наполовину выглядит так у меня тоже есть дюки и фотография показал зачем они отличаются они вегетативной гиблины а вегетативной гиблины природе нет вот как сочетается как я их делаю неудобно сто раз повторять вот я обживил черешневую веточку крону ну то есть это скелетная привыка вишни пока вишня такая проходит несколько лет черешневая вишня увеличивается 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 это может увеличиваться и давать плоды есть у меня такие примеры кстати о я вам показывал коробку с черешнями я еще все время подчеркиваю это не моя заслуга это не мое я же потом съемочную группу привела у меня 3 дерева в этих пусть там осталось то птицы пожалели до съемочной группы плодами то я угощал прямо с дерева то есть это не миф а это сибирь вот и вот здесь получится то же самое здесь место неплохое с точки зрения что это расположение хорошее про тепловые подушки я рассказывал вы увидите или у меня на ютубе или кто там допустим в Красноярске или в Кемерово увидят с экрана телевизионного так и вот получается ее судьба вероятность выживания 50 на 50 у меня будет такие случаи 2-3 года они даже в полдышении умирают но вы поверите и гены уже вот тут крупнее слаще все дома у меня фотографии есть я же не могу повторять одно и то же иначе еще надо 200 вебинаров чтобы повторить все это но торсун полотно скобилов угощался фотографии есть я же на ладони и так и всюду вот сверстни с крупнейшими вкусными плодами вот это я назвал вегетативной генерализацией которой в природе нет отключайтесь как было сказано что это лженаука но это лженаука она оказалась залогой по одной простой причине не повторяются так легко переходит состояние черешни в состояние вишни наоборот и с косточек и даже черенком невозможно сохранить но эта песня уже так же начинать сначала не будем но рекомендую вот это будущий вегетативный гибрид причем 100% он получится я Александр Савельевич пока вас в Москву не вызвали на должность ведущий федерального телеканала отслеживайте пожалуйста пока вам замены нет Русские субтитры создавал DimaTorzok